Что тут у нас? Поглядим. Так, это у меня переборные вещей. Решил навести порядок и посмотреть состояние вещей. Но заодно показать. Рюкзак мировой. Скопированный я не знаю, с кого мы копировали. Это Anna News, питерская фирма. Anna Neffs. Ну, в контакте они, по-моему, есть. Даже прорекламирую наши все-таки ребята. Где тут? Анна. А, нет, не Anna News. Прошу прощения, Anna News. Это новости военные. Это Анатомия Победы называется фирма. Вот они, видите, Anna. И вот тут у них адрес даже есть. Малый проспект. Ну, в общем, для рекламы ради я пока выпаду. Потому что это мировая штука. Он же у меня лет 6, этот рюкзак. И я не могу про него не сказать. То есть, эта вещь... Ну, я не знаю, братцы. Мировой. Они этот органайзер... Это на 45 литров рюкзак. Гарсинг продает... Не в обиду, Гарсингу. Если кто там смотрит. Вот этот логотип. Anna Tactical. Anna.spb.ru Anna. 1N. Если кто будет набирать, можете посмотреть. С 91-го года они работают с военной одеждой. Они специализируются. Сами шьют. В общем, сами все делают. Ткань, правда, они покупали штатовскую. Это штатовская кордура. Военная, настоящая. Ни подделка, ни китай, никакой. Ничего. А фирменные у них вот эти вот идут... Как они называются? Молнии, бегунки. Молния не расходится. Выдерживает колоссальную нагрузку на разрыв. То есть, вот так вот он никуда не вылетит. Он будет... Скорее разойдется, чем он застрянет и вылетит. То есть, тут, конечно, капитально все здесь. Ничего здесь не обломалось. Ни зимой, ничего. Защелки работают. Вот эти вот, они не ломаются. Это UKK. UKK-овские, по-моему. Flex, ZIDA, TXT. Ну, в общем, какие-то запатентованные. UTX, Flex. Ну, в общем, или это не UKK, но, в общем, какие-то профессиональные. То есть, они не на морозе, ничего тут не обламываются. То есть, реально жестко. То есть, если палец отсюда не убрать, застегивать, он при расстегивании бьет так сильно, что палец надо отбивает. Так что, здесь все четко. Никакой подделки нет. Да, вот я даже логотип сейчас смотрю. Вот этой вот. Это... Вот. UTX. Flex какой-то. UTX. Ну, ты посмотри, что за контора. В общем, капитально сделано. Сюда помещается средний ноутбук. Ну, мой помещается. Ну, блин, как у меня ручка. Плоская. Это вот такие хреновины я еще дополнительно покупал. Для того, чтобы нужно было вот сюда вот на нижнюю часть продевать. Ну, они вот так вот крепятся, в общем. Эта штучка закручивается. Вот. И сюда можно тоже к низу приторочить чем-нибудь. Ну, понимаете, о чем я говорю. Вот двойная система защелки. То есть, так сразу меня стеркнет, вот так вот нажимается и убирается. И можно приторочить или коврик, или там куртку сбоку, или это. Мойник все работают. Все. Полетят копейки из-за пазухи дала. В общем, сейчас тоже решил тут немножко простернуть. Все в порядок навести. Ну, и завтра ревизию посмотреть. Вот это как органайзер. Здесь. Здесь. Нет, я сюда вот. Что-нибудь раз. И прижал. Тут, да, ручек три штуки. Тут карман. Не знаю, что можно засунуть. Средний карман. Тоже сейчас вот порядок. Вот, внести. Вот, здесь я. Внутренний еще у них. Видите? Вот это вот немножко поджатым резиночкой. Все эти бумажки. В общем, возил я здесь. Опа. Для гарнитуры выход или питьевой системы. Ну, вот сюда питьевая система прячется. Где-то тут. Вот, отверстие идет. Вот оно. Внутри. Питьевая система. Тут трубки. И выводится питьевая система. То есть, это для питьевой системы. Задняя вот эта вот. Ну, можно как бронепластину вставить. Вот. Водить его. Вот так вперед. И так далее. То есть, три отсека. И еще боковой стопочной. Видите? Тут еще старые чеки. По-моему, даже какие-то не от сетового. Так. Вот. Поэтому все работает. Ткань не порвалась. Суперпрочная ткань. Ну, в общем, супер вещь. Мой не работает. Так. А то у меня это хреновина. Пользовался один или два раза. Только я ей одевал там на игоище. Но так и не воспользовался. Ну, очень крайне удобная, кстати, система. Вот эта мне нравилась. Поясная. Сюда можно нагрузку, рацию, какой-нибудь пакет медицинский. Здесь с этой и с этой с двух сторон можно повесить, например, подкалашников. Сюда влезают два и пистолетная обойма. Два. То есть, четыре и две пистолетных обоймы влезают. Легко. Вот. Ну, и ее можно нагрузить вплоть по всему периметру. То есть, еще дополнительных. Назад какую-нибудь систему, которую не нужно доставать с питанием. Там что-нибудь. Журево какое-нибудь развесить. А с боков. Легко доступно в местах. Вот. Сюда или нож, или рацию. Или медикамент. Или... Вот. Вынимается, кстати, какая-то штука. Я ее хотел пытаться. Вот. Она вынимается. Этот ремень очень прочный. Вот он, видите, здесь. Тоже свелка. Настраивается. Нелетую ширину. Вот. Подрезиненный. Закрепив один раз, и всего. Он немножко выгнут. Вот. Вот так вот. То есть, он не ровнее. По спине, как будто его уже носили. И он немножко выгнут. И можно его тоже вставлять. В принципе, он вставляется даже вот мне. Тактический ремень. Можно туда запихнуть его. Подрезом, но... Очень трудно. Можно его там кое-как. Но это не надо делать. Потому что жесткий такой ремень. Его носить, как бы, не знаю. Мне кажется, не очень в городских условиях. Жестковат. Серебра жесткости. Ну вот. Он выдерживает тоже большие нагрузки. И его можно отдельно носить просто, как пояс. С навешанными дополнительными обмонтированиями. Можно, например, прицепить. Ну, я к примеру говорю. Это мешочек для патронов. Кто не знает. Я тоже сначала не знал. Ну, нафига этот. А это просто мешочек для патронов. Вот этот вот. Куда патроны росутся, нацепаются. Он такой двойной. Тоже крепится на мой. И он на рюкзак дополнительно. А это вот для сброса магазина. Тоже выглядит сейчас. Но он как-то сделан был странно. Что вот эта вот ткань, она до середины только, грубо говоря, доходила. И немножко. Ее если срезать, то глубина увеличивается, ну, разы. То есть туда можно накидать спокойно. То есть я вот, когда играл, он даже у меня, он практически как новый. Даже я вот чуть-чуть привязан, но где-то пыльный. Но я говорю, да внутри игры хватает. И ничего даже ему не стало. Вот это я сам шил. Чехол для рюкзака набрасывается и затягивается. Вот. Смотрите. Затягивается здесь. И отбивается на рюкзак в виде чехла. И маскировка дополнительная. Ну, это для Игоря в основном. Ой. Литя, тут что там свет нажимает? Ну, все. Показал вкратце. А это, по-моему, сплавовская. Сплавовская штука. Она тоже, можно ее полностью отстегнуть. Использует просто широкий пояс. И вот этот тонкий, если надо, просто с подсумками навесил сюда. Очень, кстати, удобно. Пришел куда-то, даже для загорода. Тут ножик висит, там еще что-нибудь. Еще какой-нибудь подсумочек, фляжка. Щелк его. Снял, повесил. Опять пошел, одел. Не надо каждый раз там все это цеплять. Фляжка, ножичек. Обычно вот для леса самое то. И какой-нибудь еще, там, аптечку, например. Что в лесу бы я взял? Аптечку, фляжку и ножик на пояс. Вот повесил вот на этот. И все. И он отстегивающий. Отстегивающий. Видите, он так не отстегивается. А здесь система нажимает дополнительно. Одной рукой тоже работает. То есть, он нажимается вот так. Этот палец нажимает сюда, а это вот сюда. То есть, вот таким образом он работает. Мне показалось сначала неудобно, и в экстренной ситуации будешь дергать. Нет, на самом деле все просто. Двумя руками еще элементарно. Это для того, чтобы если вдруг нажал, он не вылетел. Или здесь нажал, он все равно будет держать. Двойная система. УТХ-флекс, видите? То есть, тоже какой-то прочный день для военных задач. Но вообще, ЮКИКЕ считается одним из лучшим системой. Ну, вот этот вот флекс, он, видите, прочный достаточно. Он такой жесткий пластик. С термоусадкой, по всей видимости, делается, что он как бы под температурой уже очень плотный и прочный становится. АБС-пластик такой или что-либо. Ну, так что вот такие дела, браться. Там стирка у меня идет, старая одежда свою перестирать решает. В нормальной машинке 60 градусов, да? Ну, пошито так себе, но вроде прочный. Мейлон идет, там внутри какая-то вставка. По всей видимости, какой-то пластик идет. Ну, вот уже пластик какой-то. Ну, вот, пластиковая лента. И обшита тканью, и велка внутренняя, для того, чтобы нужно было регулировать сам пояс по длине. Так, ну ладно, все, что хотел. А к рюкзаку присмотрите. У них есть вещи, они делают достаточно так. Они из 5.1 тоже продают, у них одежда продается. Но она в разы дороже. Чуть ли не вдвое. А по материалам, по качеству и по эргономике, очень хорошая, грамотная вещь. Может быть, она так, ну, достаточно грубая выглядит. Но если его закрыть, ужать, лучше можно их вот этими петлями, вот этот вот, есть. Ну, просто шнурками стянуть вот здесь, он будет более-менее плоский, не будет расстрываться. Ну, вот и в городе, в вещей помещается. Ну, посмотрите. Я могу все это туда, грубо говоря, закрепать, и даже, даже видно не будет, что рюкзак. Видите, что система туда брык-брык. Мои рюкзака еще это. И он достаточно еще закрыт, не колобковый. То есть нет такой, знаете, как колобок такой. То есть это достаточно молнии можно тянуть, дергать. То есть ничего и не будет. Все это проверено. То есть надо тянешь за этим. Его не пережимает, не перекусывает. Молния закрывается ровно. В общем, хорошая, хорошая вещь. Я тогда не пожалел, что купил. Какие-то, по-моему, смешные. Ну, по тем деньгам 60 долларов он стоил. Когда еще доллар до скачка. Там что-то какие-то 2000, по-моему, я занял. Ну, доллар 60 рублей долларов. Ой, 60 долларов. То есть долларов он, в общем, 60 стоил. Ну, не знаю. И столько относить. И ничего здесь не лопнуло, не торвалось, не замахрилось. Ну, он как новый. То есть все прочно сделано. Очень хорошая фирма. Чьет хорошо. Большой рюкзак. На три дня в лес. Вообще. И по надежности. Так что рекомендую, кто еще думает, что купить и не знает где. Особенно в Питере, кто живет. Просто загляните туда. На спортивное метро, по-моему, спортивное. Пройти чуть-чуть, буквально. Вот стадионы там через улицу перепройти. Не на набережную, а вот от набережной. Там, во дворах. Ну, найти можно пока в театре. Советую. Все, братья, не реклама ради, а так для науки. Всем пока.